Книга С шестого класса решил, что я буду писателем в шестом классе. У меня была эта деревня на Нижнем Амуре. У меня был странный такой какой-то глуповатый деревянщик. У меня был глуповатый дар такой. Он появился в пятом-шестом классе. Я не видя поля, не видя картинку, мог, не отрываясь, в 45 минут вести футбольный депортаж. Сейчас по левому храму проходит Козлов. Вот он бегет на перехват. Остается 15 метров. Удар мимо! Она, эта книжка нравится Валим, бывшим специализмом, ВДВшником. Кстати говоря, я почувствую, что человек ВДВ. Принят. То есть я не признавал. Да, мне признавал. Это люди нашего округа, люди округа, где мы рассказываем о необычных жителях. Необычных, интересно, о каком есть что рассказать. И часть героев этой рубрики тоже по наводкам народных корреспондентов. Да, например, нам позвонили и сказали, что вот если мой друг починил свою машину, и представляете, там работает женщина-авто-слесарь. Молодая, красивая, рыжеволосая. И прекрасно починила мою машину. Да, мы идем и делаем проект. А тут люди просили поблагодарить, наоборот, сотрудницу Женищника, которая сама по собственной инициативе, она восстановила Люфт Ленин у них во дворе, восстановила фонтан сама. То есть это женщина. Какая-то женщина, есть женщина, в воскреселении все. Новая Москва это все-таки зеленая территория, поэтому красивая территория. И очень часто у нас выходят именно развороты, фоторазвороты, фотополосы, где мы показываем именно красоту Новая Москва. Что касается еще моих любимых и интересных рубрик, ну, например, у нас есть такая рубрика, которую мы внедрели, называется «На имена истории». Но мы с вами же не всегда знаем, почему та или иная улица, на которой мы с вами живем, называется, как бы имеет имя того или иной, присвоенное имя того или иного человека, если там. Субтитры создавал DimaTorzok